Доклад на тематику смешанных динамиков. Мой доклад, помню, такой практический, Сергей Владимирович Морисович будет теоретический доклад. Я некоторые теоретические моменты буду выпускать, с расчетов того, что завтра в 9 часов Сергей Владимирович Морисович все это дело подробнее расскажет. Но все равно надо сказать, что мы подразумеваем клад смешанных динамиков. На сегодняшний день можно считать, что существует три типа хаотического поведения в траектории. Существует три типа паузы. Дисципативную систему. Давайте будем рассматривать систему, заданную на компактном многообразии. И тогда в этом случае у любой системы можно определить аттрактор, куда траектория будет притягиваться в прямом времени, и репейлер, притягивающий мало, множество для системы в обратном времени. Подробно, как определяется аттрактор и репейлер, будет рассказан завтра. А тут можно сказать, что мы будем делать численный эксперимент, мы примем систему, запускаем траекторию, куда траектория притягивается, убегает, то мы будем называть аттрактором. А репейлером это запускаем траекторию обратно, и смотрим, куда она отбегает. Для таких систем существует и тип хаоса. Первый тип хаоса – это странный аттрактор и странный репейлер. То есть в прямом времени у нас траектория сваливается на одно, какое-то множество с симпатическим поведением траектория в обратном на другое множество. Вот схематически изображен здесь странный аттрактор и странный репейлер в раз. Если рассматривать систему фазового объема, которая сохраняется, например, неинтегрируемого гамильтонового системы, то здесь уже идет речь о втором типе хаоса, о консервативном хаосе. В этом случае хаос размазывается по фазовому портрету системы. Внутри этого хаоса находятся острова устойчивости. Это элитические орбиты с инвариантами прямыми вокруг таких элитических орбит. Значит, это второй тип хаоса, консервативный хаос, консервативный консервативный хаос. И вот недавно был третий тип хаоса. Это когда в системе с консервативным доведением траектории, а трактор и репейлер в системе совпадают. Система со смешной динамикой, аттрактор и репейлер пересекаются, однако не совпадают. И вот тут для одной из систем, о которой я сегодня подробнее буду рассказывать, все три возможных случаев. При одних параметрах в системе наблюдается хаотический аттрактор, здесь синим цветом изображен, а красным цветом хаотический репейлер. Если параметр поменять, можно доказать, что в данном случае в системе есть гладкие варианты мира, то есть не может быть асинтетически притягивающих асинтетически создающих территорий. В этом случае консервативный хаос наблюдается. И если параметр дальше от этих двух случаев, то можно получить случай, когда у нас есть аттракторы и репейлеры, они пересекаются, но не совпадают. Это можно увидеть в картинке. Множество синих цветов отличается от множества окрашенного красного тона. Значит так. В данном докладе репейлеров пойдет о смешанной динамике в классе обратимых систем. Что такое обратимые системы? Если мы возьмем систему диффиненциальных уравнений, то есть поток. Такой поток называется обратимым, если он инвариантен относительно некоторой замены координат преобразования рад x и обращения времени. Если речь идет о дефиомархизмах, тогда дефиомархизм называется обратимым, если он смешен со своим обратным впоследствием некоторого преобразования эволюции x в рад x. Вот здесь записаны условия сопряжения вот диффиомархизм r он смешен своим обратным r r это даже действенное реализование. Обратимые системы могут быть как консервативные в том смысле, что фазовый объем не сохраняется, так и диссипативные. То есть у них может наблюдаться свойство сжатия. Нет, они могут и их есть и диссипативные В обратимых системах может быть обратимые системы вообще полностью консервативные а может быть такое, что система является обратимой но в ней нет свойства сохранения фазового объема и тогда в ней есть как консервативная траектория так и диссипативная Но что касается обратимых систем вот если в обратимых системе например создавая заданный поток есть траектория x от t тогда также есть траектория r r x от t как минус t и аналогично для стихомартизма вот если орбита x1 x2 это орбита r r r из-за этого следует что если в обратимой системе есть аттрактор тогда обязательно будет репеля в обратимых системах можно выделить множество называемых множество неподвижных точек траекторий множество которые инвариантно относительно эволюции r траектории которые находятся на эволюции симметричны относительно множества fx r теперь перейдем к сути доклад. Давайте сначала рассмотрим простой пример. Действие выписано в хорошо известное умерное отображение NO. Это дефимархизм, дисклетное отображение. Это дисклетное отображение. xn не равняется yn, yn плюс xn плюс 1 равняется yn. Вот оно здесь приведено. Вот мы сфиксируем параметр b. Параметр b можно записать икопианное отображение, икопианное отображение в точности равен параметр b. И вот если b взять по модулю меньше единицы, например, b04, тогда отображение будет дисципативным, в нем будет орсидатически подтягивающая траектория. И вот в работе с текстового блога оно показало, что в этом отображении может возникать отечественное поведение траектории, может возникать стороны от рака. И как он возникает? Сначала в системе седламики нет, потом возникает светлоузловая ну или касательная депуркация, рождается ассинтатически устойчивая точка и седловая точка. А у меня здесь параметр b. Значит рождается ассинтатически устойчивая точка и отвечает вот эта ветка. При дальнейшем изменении параметров эта неподвижная точка претерпевает инфуркацию удвоения периода, в результате которой точка становится седловой, а рождается устойчивая точка периода 2. При дальнейшем увеличении параметров устойчивая точка периода 2 претерпевает следующее удвоение и так далее. Через каскад 20 удвоений возникает аттрактор RENO. Вот здесь изображен на рисунке вот этот аттрактор. То есть если запустить траекторию из некоторой окрестностей неподвижной точки, тогда эти траектории будут сваливаться при определенных параметрах на хаотический аттрактор, на этой стороне аттрактор. А на этом аттракторе траектории ведут себя хаотически, то есть любое сколько угодно мало возмущений экстенциально будет расти. Вот на этой рисунке изображен сценарий рождения такого аттрактора. А как такой аттрактор разрушается? Значит, вот эта устойчивая точка, из которой рождается странная аттрактор, она возникает сперва после результатов сегловой дифрукации. Вместе с ней рождается сегловая точка. Вот здесь изображена эта схематически сегловая точка. А здесь вот изображена точка сегловая, которая возникает после первой дифрукации удвоения периода с устойчивой точкой. И вот область протяжения аттрактора, она ограничивается устойчивой сепаратрисой сегловой точки, которая вот эта сегловая дифрукация возникает. Вот это область протяжения здесь ограничена. Если мы возьмем траекторию здесь, тогда траектория будет убегать на бесконечности. Если мы возьмем траекторию здесь, она будет убегать на аттрактор Н. При изменении параметров может наблюдаться такая ситуация, что аттрактор будет пересекаться с границей своей области продвижения. Граница области продвижения у него ограничена, образована устойчивым многообразием сегловой неподвижной точки. Вот в данном случае, когда аттрактор пересекается с устойчивым многообразием сегловой точки, аттрактор разрушается точностью до траектории и убегает на бесконечности. Это как бы схематический рисунок от руки нарисован. Но вот результат здесь изображены численные эксперименты. Вот сегловая точка, вот это аттрактор Н. На левом рисунке мы видим, что аттрактор не пересекается с устойчивой сепаратрицей, с устойчивым многообразием. А на этом рисунке мы видим, что аттрактор уже пересекается с устойчивым многообразием. Вот здесь вот увеличенный кроме от прогресса пересечения, это значит, что аттрактор разрушается. Но вот вражение НО, что значит, что аттрактор разрушается? Потому что трек-дорик будет на бесконечности. В обратимых системах ситуация может быть другой. И кризис аттрактора НО может приводить к возникновению смешной динамики. Вот здесь я сейчас пытаюсь объяснить, как это происходит. Пусть у нас в системе есть... Допустим, у нас в системе есть... Мы рассмотрим с вами оперативную систему. Пусть при каких-то параметров этой системы является консервативной, в том числе, что фаза объема у нее сохраняется. То есть хаос здесь является гамильтономом. И пусть в этой системе мы возьмем какую-нибудь эллиптическую, периодическую орбиту. Или эллиптическую неподвижную точку. Вот, эллиптическую точку. И дальше допустим, что при изменении параметров эта точка претерпевает динфуркацию разрушения симметрии. Таких динфуркаций может быть много. И они, например, описывают в работе Лерман Тураева. В результате такой динфуркации в данном случае эллиптическая точка, которая лежит на линии неподвижных точек эволюции, она становится сегловой. А в ее окрестности рождается синтетически устойчивая неподвижная точка. И синтетически вполне неустойчивая неподвижная точка. То есть в прямом времени траектория будет свариваться на эту точку, в обратном времени на эту точку. Дальше мы предположим, что из устойчивой точки в результате сценария, который вот здесь вот был описан, в результате сценария в результате каскада динфуркации 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 перилда рождается такой же аттрактор НО. Вот он, запрошу. Система является обратимым. Каждому аттрактору отвечает соответственно трипеллер. Значит, исполнение устойчивой точки возникнет репеллера. Вот здесь изображен. Оба спритяжения аттрактора, как и в отображении НО, ограничивается устойчивым многообразием сегловой неподвижной точкой. Вот это многообразие здесь изображено. А граница области отталкивания репеллера, она ограничена соответственно неустойчивым многообразием сегловой точки. Предположим, это даже не параметры, и мы можем наблюдать такую ситуацию, что аттрактор НО пересечется с границей своего бассейна предвижения, то есть пересечется с устойчивым многообразием. Вот здесь изображено. Соответственно, репеллер пересечется с границей своей. И возникнет пересечение аттрактора репеллера. Это вот первый сценарий возникновения смешанной динамики. То есть сначала у нас была консервативная динамика была, у нас был консервативный хаос с элитическими точками. В какой-то момент у нас был странный аттрактор и странный репеллер, потом эти страны аттрактор и страны репеллер разрушились. В результате этого разрушения образовалось пересечение аттрактора и репеллера, образовалось смешанной динамики. Это значит первый сценарий. А второй возможный сценарий, он по-моему похож на этот, но немножко от него отличается. Пусть у нас все то же самое. При каких-то параметах системы консервативные мы находим какую-то периодическую электрическую орбиту. Вот точка периода 3. Мы взяли точку периода 3. При изменении параметов эта точка может претерпеть при пирфурассе растущенности closestки точно так же, как как в предыдущих случаях. И точно так же, как в предыдущем случае, здесь из вполне устойчивой точки после пирфуртации растущенности ORTC000 и исполнению вспышенности. Исполнению устойчивой точки могут родиться аттракторы вовсиху или репеллеров. Вот. Только здесь, вот в отличие от предыдущего сценария, Мы предполагаем, что у нас аттрактор сталкивается, здесь также аттрактор сталкивается с границей области притяжения, но граница области притяжения здесь образована устойчивой сепаратрисой не вот этой седловой точкой, которая металлификация в отношении симметрии родилась, а ограниченную устойчивую сепаратрисой вот этой вот седловой точкой. и утрей. Кризис аттрактора, совершение аттрактора происходит за счет сотрудничеств аттрактора с сепаратрисой седловой точки, которые изначально чередуются с элитических точками, как бы увеличенный фрагмент, нарисован элитическая точка. На стена теста устойчивой точка помнилищее. «Аттрактор» мыли репейдрером и вот здесь «Аттрактор» сталкивается с устойчивой сепаратресой вот этой символовой точки. Теперь о реализации этих сценариев — конкретных моделях. Сперва рассмотрим так называемую небелодомную модель волчка с устла. Эта модель из динамики приорудования тела с небелодомными связями. Волшок Суслова — это один из вариантов реализации этой неглавной модели Волшка Суслова — это взять сферическую, трёхмерную сферу, неподвижную, закрепить, поместить в центр сферы некоторое тело. Это тело закреплено на некоторой штанге, а эта штанга катается на острых колёсиках внутри сферы. Острые колёсики запрещают вращение перпендикулярной плоскости. Это тело может крутиться, но вот эти колёсики не могут перпендикулярной плоскости колеса совершать движение. Движение такого трёхмерного тела может быть описано системой дифференциальных уравнений. Омега динамик 2 — это угловые скорости тела, а гамма один гамма 2 гамма 3 определяет ориентацию этого тела внутри сферы. Здесь 5 дифференциальных уравнений, однако эта система допускает два первых интеграла. Это интеграл энергии и также соотношение, называемое диаметрическим интегралом. И на уровне этих интегралов система является трёхмерной, то есть системой трёх потенциальных уравнений. Если мы возьмём эту трёхмерную систему, если для этой трёхмерной системы подходящим образом выберем секущую плоскость, то есть мы можем получить двумерное отображение Пуанкаре, которое является обратимым. Почему трёхмерная? 6-мерная минус 2 интеграл? Нет, она изначально 5-мерная система дифференциальных уравнений. Она 5-мерная, потому что тут есть негалонодная связь, за счёт негалонодной связи избавиться от одного уравнения, получается система 5 уравнений, 2 интеграла, то есть 5-2, значит трёхмерная система дифференциальных уравнений. Берём секущую и получаем двумерное отображение. И вот известно, ещё Козлов Валерий Васильевич исследовал, что при некоторых параметрах эта система обладает гладко-вариантной мерой, то есть в ней пазл объём сохраняется, не может быть асимтостически притягивающим от трактора. И такой случай изображён на первом рисунке. На первом рисунке у нас есть консервативный хаос, в этом случае даже система есть три-доновый, то есть вот консервативный, три-доновый хаос. Дальше при изменении параметров мы наблюдаем такой эффект, что у нас есть некоторая эллиптическая точка периода периода. Первая, вторая, третья. Потом из эллиптической точки, в результате каскада и эфоркуации, из эллиптической точки CR рождается синтактическая устойчивая точка периода виколнения устойчивой точки периода treating count every day. Потом из эллиптической точке рождается аддрафтер и эллипильд от 75. типа ЭНО, вот синий изображен адаптер, вот синий, а красный изображен репеллер, вот и в конце передали что-то неправильно, хотя репеллер сталкивается. Мы подробно исследовали дефоркацию, в результате которой возникает это явление и действительно увидели. Вот, значит, видите, у нас здесь была эллиптическая точка периода 3, между эллиптической точкой периода 3 и также оборудованы седловые точки периода 3. То есть картинка ровно такая, как вот здесь изображена. И аттрактор, вот синим, он ограничен устойчивой сепаратрисой стекловой точки, которая образовалась после эллиптической точки. В данном случае аттрактор существует, аттрактор ЭНО существует и он ограничен устойчивой сепаратрисой. При изменении параметров аттрактор ЭНО сталкивается с устойчивой сепаратрисой, вот на этом рисунке видно, что это устойчивый сепаратрис с едловой точки. А вот аттрактор, аттрактор не сталкивается с устойчивой сепаратрисой. Соответственно, репеллер сталкивается с неустойчивой сепаратресой, и у нас возникает пересечение аттрактора репеллера, то есть скачкообразно из этой картины получается, при очень малом изменении параметра, получается сразу вот такая картина, отвечающая смешной динамики. Здесь у нас есть консервативный хаос, стороны Атрактора репеллер совпадают. Здесь атрактора репеллер не пересекается, а здесь спешная динамика, а repairer пересекается, но не совпадают. Тут надо сказать, что от раков мы синим изображаем цвет морепель от красного, и видно, что множество окрашенных синим цветом не совпадает с множеством окрашенных красным цветом. Они симметричны относительно линии выпаденных точек эволюции, но они все же два различных множества. На примере этой модели мы продемонстрировали реализацию вот такого сценария. Синиметическая точка, устойчивая, вполне неустойчивая, а трактор на репеллерном. А трактор NO здесь сталкивается с устойчивой сепаратрисой сегловой точки, которая возникла после тракции вручения синиметра. И еще одна модель, про которую я расскажу, это вихревая модель. Эта модель описывает движение двухточечных вихрей, которые находятся в сдвиговом потоке, и на которые дополнительно действует некоторое периодическое возмущение, имитирующее волну. Например, акустическую волну. Подробного модели можно считать в работе Витчанина, Томаева. Значит, при определенных условиях, с помощью обойденных замен, эта система описывает тремя дистанциальными уравнениями. Опять-таки, мы берем некоторые перемены в качестве секущей, получаем двумерное отображение. И в этом отображении наблюдается реализация второго сценария. То есть теоретическая точка протекает в разрушение симметрии. Из нее рождается устойчивая устойчивая, устойчивая трактор, но есть не устойчивая репеллером. Потом трактор и репеллер разрушается, образуется смешная динамика, то есть трактор и репеллер рассекается. У меня все.